Здравствуйте! Это программа «В фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. В России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Приняли соответствующий закон. Документ разработала группа депутатов после обращений общественности. Согласно этому документу, продавец будет обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия. И документ, позволяющий установить его возраст, не представлен. И если ты молодой, у тебя и так должно быть энергии, хоть отбавляй. Как говорилось в пояснительной записке к документу, в адрес Госдумы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и принятых в регионах на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Заметили про нормы, принятые в регионах? Да, Татарстан как раз среди них. Указ о запрете продажи энергетиков детям, не достигшим 18 лет, здесь был подписан еще осенью 2022 года, поэтому особо и привыкать не надо будет. Резво шли с опережением общероссийского графика. Резво и без всяких там энергетиков. Так даже в Татарстане обозначили, что нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 до 150 тысяч рублей. Что касается принятого сейчас общероссийского закона, который вступит в силу 1 марта 2025 года, то согласно ему субъекты Российской Федерации могут устанавливать перечень объектов, где продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков. Согласно статистике, которая приводится в работе научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, доля потребителей безалкогольных энергетических напитков за последние 10 лет выросла. Если в 2013 году энергетики употребляло 16%, то к 2023 уже 22%. За десятилетия снизилась и доля тех, кто вообще не употреблял энергетики с 83 до 77%. Кроме того, авторы исследования указывают, что чем моложе респонденты, тем чаще они потребляют такие напитки. Как ранее отмечал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Далее цитата. Вред таких напитков доказан врачами. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Раз вредно, значит запрещено. Ну, по крайней мере, несовершеннолетним. В рамках работы с этими инициативами правительству России рекомендовано подготовить изменения в тех регламенты Таможенного союза о безопасности пищевой продукции и пищевая продукция в части ее маркировки, касающиеся уточнения самих понятий «безалкогольный тонизирующий напиток» и «безалкогольный энергетический напиток». Также шла речь об изменениях, касающихся ограничения продажи таких напитков в потребительской таре не более 500 миллилитров и нанесения на потребительскую упаковку предупредительной надписи о вреде потребления таких напитков. Заодно и навыки чтения можно отработать, а то жалуются порой, что читают мало. Внимательнее надо быть и то, что не надо, не пить. И не только с 1 марта следующего года, когда закон о продаже энергетиков несовершеннолетним в силу вступит. Это была программа «Фокуси событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова